МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Заменить кровлю, починить ограждения и теневые навесы. Каким детским садам нашего города требуется ремонт? Крупнейший саровский застройщик приглашен для участия в самом значимом событии года в российской строительной отрасли. В память поколений саровские ветераны стали участниками программы благотворительного фонда. Далее расскажем обо всем подробно. В здании администрации прошло заседание Комитета по социальным вопросам. Одним из самых актуальных для народных избранников стал вопрос о состоянии детских садов нашего города. Практически все дошкольные учреждения укомплектованы как воспитанниками, так и педагогами. Противопожарная безопасность соответствует новым требованиям. Но все равно в детских садах есть определенные проблемы. Подробности далее. Дошкольные учреждения нашего города в настоящее время посещают более 5000 малышей. Всего в Сарове 23 детских сада, которые располагаются в 42 зданиях. Почти все были построены еще в 50-60-х годах. Поэтому многим зданиям уже требуется ремонт. По словам специалистов департамента образования, больше всего проблем связаны с состоянием кровли. В настоящее время нас очень волнует 40-й детский сад, где площадь разрушения кровли составляет очень большую территорию. И в настоящее время не функционирует одна группа. Одно из зданий детских садов передано в аренду частной школе Саров. Некоторым учреждениям необходим ремонт ограждений и тенемых навесов на эрандах. А 44-й детский сад и вовсе готовится к капитальному ремонту. Мы готовимся к этому мероприятию по переезду. И нашли уже помещение, куда дети будут переведены. То есть скорощаться группа у нас и количество воспитанников не предполагается. На сегодняшний день у нас достигнута договоренность с ФМБ России и с КБ-50 о том, что не функционирующее здание «Солнышко» раньше сейчас будет передано безвозмездное пользование после всех согласований. Именно там будет и будет так находиться вторая часть воспитанников детского сада. То есть две территории у нас получается. Это вот на Ушакова 1, который сейчас приводится в порядок, и вот «Солнышко». Вот на две территории детки расходятся вместе со своими воспитателями, со своим, скажем, управленческим персоналом расходятся на эти две территории. По словам специалистов Департамента образования, комплексный капремонт в садах номер 41 и 42 тоже в приоритете. Также к весенне-летнему периоду все сады города будут переведены на новую систему отопления от горячего до снабжения. Как показалось заседание, проблемы есть. Народные избранники предложили проводить на своих округах выездные осмотры. Для того, чтобы все сведения о необходимом ремонте, замене мафов и прочем сразу направлялись в Думу. И детским садам оказывалась своевременная помощь. Мария Ирунич, Владимир Сеников, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. В сентябре вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Столица Нижний». На его страницах можно найти и материала Саровья. В нем наш город сравнивается с уголком Европы. Респектабельный облик создают в том числе новые микрорайоны, в которых учтено все до мельчайших деталей. Единый стиль застройки, современное здание и благоустроенная территория. Новый жилой комплекс в районе поймы реки Сатис по праву можно считать одной из достопримечательностей нашего города. Поэтому неудивительно, что нижегородские журналисты, приехав делать обзорную статью о Сарове, не могли обойти его вниманием. Речь в материале идет о том, что именно позволяет нашему городу раз за разом получать звание самого благоустроенного в регионе. Прогулявшись по бульварам вдоль набережной реки Сатис, оценив по достоинству огромные площади зеленых газонов, декоративные деревья, дизайнерские световые опоры и, конечно, гармоничный и целостный облик всего микрорайона, наши нижегородские коллеги назвали Саров уголком Европы. Не обделен вниманием новый жилищный комплекс и на федеральном уровне. Мы уже сообщали о том, что проект комплексного освоения в районе поймы реки Сатис, именуемый Саровской ривьерой, вышел в финал главного градостроительного конкурса от Минстроя России, войдя, по сути, во всероссийский топ-10 проектов комплексного освоения территорий и регионов. Руководство компании адекватно оценивает свои силы. И планка сразу была поднята достаточно высоко, и поэтому для нас это не явилось сюрпризом. Проект комплексного освоения в районе поймы реки Сатис в Сарове действительно интересен, масштабен и заслужит внимания. То, что проявлен интерес к проекту и дана высокая оценка, это нам дает новые силы и возможности для его успешной реализации. И в связи с этим в ближайшем будущем ожидаются визиты представителей федеральных и региональных властей. Эти встречи будут обязательно освещены в СМИ разных уровней. Ну, а наши двери всегда открыты. Мы всегда готовы к диалогу. И, конечно же, будем развивать наш район, уже ставший точкой притяжения жителей и гостей города. Победители министерского градостроительного конкурса определятся совсем скоро. Подведение итогов пройдет уже 20 и 21 сентября в рамках Российского строительно-инвестиционного форума. Компания «Саров Инвест» в качестве участника приглашена на это важнейшее событие. Мы обязательно примем участие в деловой программе форума, в рамках которой будет проходить обсуждение решения проблем и перспектив развития строительной отрасли России. Нам есть чем поделиться и есть что обсудить с другими участниками форума и, главное, представителями власти. В рамках деловой программы мы также планируем выступить с докладом, дать свою оценку и предложение по развитию строительства и поддержке застройщиков на федеральном и региональных уровнях. Также в рамках форума на ВДНХ пройдет выставка, на которой финалисты градостроительного конкурса представят свои проекты. Посетители со всей страны увидят и экспозицию компании «Саров Инвест», посвященную проекту комплексного освоения в районе поймы реки Сатис. Претенденты и проекты конкурсантов очень сильные. Многие из них уже имеют большой опыт участия в подобных мероприятиях. Мы же будем представлять свой проект на таком высоком уровне впервые. Мы волнуемся за проект, болеем за дело и надеемся на победу. Результат увидим. Съемочная группа канала «16» тоже посетит выставку и информационно-строительный форум. Об итогах и результатах мероприятий мы обязательно расскажем в наших выпусках. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Саровчане стали победителями второго этапа Кубка России по прыжкам на батуте. Воспитанник Александра Абакарова. Александр Одинцов занял первое место в прыжках на двойном мини-трампе. Еще один выпускник детско-юношеской спортивной школы Икар Михаил Заломин стал бронзовым призером Кубка. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Гугл выложил фотографии основных городских строительных объектов. Об этом сообщает сайт саров24.ру. Американская корпорация обновила спутниковые фотографии нашего города. Снимки пока доступны лишь в программе Google Earth. Позже они появятся и в веб-версии картографического сервиса. На карты попали спутниковые снимки строительства основных городских объектов. В их числе дорога к новому КПП, Успенский собор, новый микрорайон в районе Поймарики Сатя с его благоустройством и набережной и другие объекты. Нижегородская область вошла в пятерку лидеров по эффективности и поддержке малого бизнеса. По данным ежегодного рейтинга, который составляет аналитический портал «Все выборы», каждый пятый житель региона работает в малом бизнесе. По этому показателю наша область обгоняет даже столицу, которая занимает первую строчку рейтинга. Напомню, в 2006 году губернатор Валерий Шанцев подписал комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Документ предусматривает компенсации части затрат на приобретенное оборудование, создание сети бизнес-инкубаторов, выдачу микрозаймов, обучение начинающих предпринимателей и другие меры поддержки. Хоккейный клуб Саров представил новую билетную программу. В этом году, вне зависимости от сектора, стоимость билета на матчи с участием ХК Саров составит 100 рублей. Приобрести абонемент можно за 2200 рублей. Также предусмотрены льготы для пенсионеров, студентов и детей до 18 лет. Чтобы получить 50% скидку, нужно предъявить соответствующий документ при покупке и повторно при проходе на стадион. Бесплатно по предварительным заявкам попасть на хоккей смогут члены Совета ветеранов и люди с ограниченными возможностями здоровья. Более подробную информацию можно получить по телефону 626-22 и 949-15. Старейший житель нашего города Федор Мамонов отпраздновал свой 101 день рождения. В честь праздников пожарной части номер один прошла торжественная церемония с участием представителей администрации, ядерного центра и руководства специального управления Федеральной противопожарной службы. За его плечами тяжелые и кровопролитные события Великой Отечественной войны, Первый Белорусский фронт и долгожданная победа. Старейший житель нашего города Федор Мамонов 20 лет отслужил в первой пожарной части. В честь 101 дня рождения прошла торжественная церемония чествования почетного ветерана. Действительно, 101 год это, по нашим, наверное, меркам огромный. И надо отдать должное, что вы живете, продолжаете радовать. И думаю, что вашего оптимизма достаточно, чтобы жить дальше и радовать своих родных и близких. За свой долгий и доблестный путь Федор Мамонов удостоился множества наград. Среди них орден славы третьей степени, медали за отвагу, за взятие Берлина, за освобождение Варшавы и многие другие. На профессиональном поприще Федор Романович тоже показывал достойные результаты. Свою службу он начал с простого пожарного, после чего заступил на должность заместителя командира отделения. В пожарной части номер один выполнял функции инструктора профилактики. Пожарная охрана служит такая же, как и передовой военный участок. Хочешь ты, не хочешь, а иди. Так и на фронте. Любите наш город, уважайте наш город, крепите его. В честь юбилея Федор Романович услышал слова благодарности и поздравления. Получил памятные подарки от руководителей города и своих преемников. Копилка наград почетного именинника пополнилась знаком гражданин страны Росатом. Всю жизнь прошел, но такого счастья я не встречал, не видал и не думал, что я в такую компанию попал. Дарья Цапорыгина, Сергей Слободин, служба новостей Саров, 24. Помочь участникам боевых действий. Главная задача благотворительного фонда – память поколений, который существует в нашей стране с 2015 года. Фонд поддержала и госкорпорация Росатом, выделив в этом году на реализацию программ 9,5 миллионов рублей. Саров стал первым городом Росатома, в котором была реализована совместная программа. В администрации ветеранам боевых действий вручили средства реабилитации. Мы оказываем помощь как в средствах реабилитации, медицинских аппаратах, также слухопротезирование, протезирование верхних и нижних конечностей, санаторно-курортное лечение операций. Боевые ранения, хронические заболевания и общее ухудшение здоровья – во всех этих случаях пожилым людям требуется лечение. И далеко не всегда пенсионеры могут приобрести дорогостоящие препараты. Медицинские средства для ветеранов Сарова были закуплены на сумму более 2 миллионов рублей. В качестве адресной помощи ветераны получили тонометры, ходунки, кресла, коляски, слуховые аппараты и другие средства реабилитации. Сегодня и завтра специалист будет выбирать каждому ветерану тот аппарат, который им необходим. Приехали специалисты с оборудованием. Заявки на получение помощи можно оформить в отделе социальной политики в администрации города. При себе нужно иметь документы, подтверждающие статус ветерана и рецепты врача на медикаменты и необходимые средства. Сотрудники отдела социальной политики сканируют паспорт, удостоверение ветерана и фотографию. Здесь же ветеран или его родственник заполняет заявку. Облегчить жизнь пожилым людям и скрасить их старость с заботой и вниманием под силу каждому из нас. Благотворительный фонд «Память поколений» продолжит свою работу с ветеранами Сарова. Более подробная информация на сайте. Елена Грецкова, Владимир Есейников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Недавно в нашем городе появился благотворительный фонд «Дорога в жизнь». Одна из основных задач этой организации – дать возможность детям из социально незащищенных семей получить качественное платное дополнительное образование. Фонд призван раскрыть творческий потенциал маленьких саровчан и дать им хорошую путевку в жизнь. Благотворительный фонд «Дорога в жизнь» призван помогать разным категориям населения. Пенсионеры, дети-инвалиды, малоимущие семьи и другие незащищенные слои общества. Но в первую очередь внимание создателей фонда привлекла проблема талантливых детей, чьи родители по разным причинам не могут дать своему чаду платное дополнительное образование. Я сама являюсь многодетной матерью и сталкивалась не один раз с тем, что социальные службы, да, у нас помогают населению, малоимущим, многодетным, но все это бюрократические прижимки, потому что если у тебя на человека выходит доход на 100 рублей больше, то уже какую-то компенсацию в несколько тысяч ты не получишь. А если перед такой семьей встает острая проблема, которая касается воспитания будущего детей, людям ничего не остается, как обращаться к спонсорам. Фонд «Дорога в жизнь» намерен объединить неравнодушных граждан, предпринимателей, волонтеров и просто тех, кому небезразлична судьба ближнего. Фонд – это именно та организация, которая является связующим звеном между тем человеком, которому необходима помощь, и тем, кто эту помощь может дать. У нас катастрофически забыли именно про здоровых людей, детей, которые нуждаются в этой помощи, и ни одна организация, в принципе, этим не занимается. Благотворительный фонд оказывает поддержку по нескольким направлениям. Присоединиться к работе могут как волонтеры, так и те, кому нетрудно оказать финансовую помощь. Более подробно ознакомиться с направлениями работы фонда можно на официальном сайте. Все интересующие вопросы принимаются по телефону 8-930-691-2161. Дарья Цапорыгина, Сергей Слободин, служба новостей Саров, 24. В нашем городе прошла традиционная ежегодная ярмарка «Осенний завоз». Свои товары гостям предложили почти 50 фермерских хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса из Нижегородской области и Республики Мордовия. На ярмарке саровчане могли приобрести колбасные и хлебобулочные изделия, мясную и молочную продукцию, мед и товары народных промыслов. Таким оригинальным способом Зоя Запольская завлекала гостей к своей палатке. Предлагая сувениры и предметы быта из глина, мастерица охотно рассказывала покупателям и просто любопытным о том, как создаются изделия. Семейная мастерская уже не в первый раз приезжает в Саров на осеннюю ярмарку. Мы из Нижнего Новгорода. Приезжаем уже, наверное, четвертый год сюда, на ярмарку. Принимает хорошо. Народ гостеприимный. И поэтому и ездим сюда. С каждым годом увеличивается количество участников и расширяется ассортимент товаров. Торговые ряды манят изобилием. Кроме различных сувениров был представлен широкий выбор сезонных продуктов. От хлеба, колбасы, мяса, овощей до прекрасных изделий гончарного искусства. Наши мастера, вот приехали наши городские мастерицы со своими рукоделием. В этом сезоне свою продукцию саровчанам предложили пять новых фермерских хозяйств и фирм. Для аграриев участие в ярмарке – отличная возможность реализовать товары напрямую и повысить узнаваемость своего бренда. Республика Мордовия, Нижегородская область полностью, городец приезжает к нам, все окрестности, которые нас окружают, город Ордатский, Арзамасский, Дзивейский районы, все у нас представлены. Этот по летнему теплый день все провели с пользой. Посетители сделали заготовки сельхозпродукции впрок, продавцы радовались тому, что от покупателей не было отбоя. Елена Грецкова, Владимир Лесик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.